Релодинг Насколько дешевле получится патрон Насколько он лучше мы обсуждать не будем Сегодня говорим именно в разрезе экономики Итак, вообще Сегодня мы будем говорить о релодинге для охоты Мы не будем говорить об релодинге спортивном О высокоточной стрельбе Это абсолютно другие цены Абсолютно другое оборудование Это другой класс Класс другой абсолютно всего От и до Мы не будем говорить и о практической стрельбе На короткие расстояния из нарезного оружия Где дистанция выстрела не превышает 100 метров Где можно плеваться свинцом И в принципе все нормально прилетит Нет, сегодня в аспекте Средних охотничьих потребностей Будем говорить Итак Сразу давайте так определимся Что оборудование для релодинга Мы сегодня в полном размере Молотковый, он же молоточный набор Не рассматриваем Давайте рассмотрим Нормальное оборудование В разрезе максимально дешевого Но качественного сегмента И в разрезе более дорогостоящего Но еще более высококачественного сегмента Итак В съемках данного видео Мне помогли два моих товарища Коля и Паша Паруэр, которые в этом деле погрязли И можно сказать Собаку съели Не знаю, или они ее не ели Но они в этом очень хорошо разбираются Они на это тратят заработанные деньги Средства С имеющимся результатом А вот есть ли экономика Сейчас мы с вами вместе и посчитаем Итак Попросил я вот Паруэра составить мне список оборудования Необходимый Для релодинга Давайте сначала Все-таки не будем мешать Мед, говно и мухи Посчитаем исключительно В разрезе Такого Среднеплохенького Ценового сегмента Минимально, так скажем Достаточного для снаряжения Среднестатистического патрона Приближенного к заводским Либо чуть лучше заводского Итак Первое Что нам для этого понадобится Естественно Нам понадобится пресс Стоимость Среднего пресса В средней категории Семь тысяч рублей Нам понадобится набор матриц Да Вот они матрицы Обжимная посадочная Средняя цена матриц Пять тысяч рублей Что нам еще понадобится Естественно шелл холдер Он у меня здесь Средняя цена шелл холдера Пятьсот рублей Нам понадобится Капсулятор Почему он нам понадобится Потому что пресс Средней ценовой категории Встроенного капсулятора Не имеет Капсулятор Восемь тысяч рублей Нам понадобится смазка В качестве смазки Можно использовать Любые самые дешевые Смазывающие средства В том числе В аптеке приобретенная Цена Пятьдесят рублей Весы Весы Для Такого Среднего Релоудинга Плохенького Нам подойдут В принципе И китайские весы Цена китайских весов Пятьсот рублей Дальше Нам нужен набор Для обработки гильз Это фрезы Подрезалки Точилки Стоимость этого набора Три тысячи рублей Обязательно Нам нужен Дозатор пороха Более-менее Качественный Средняя цена Три тысячи рублей Ну и естественно Нам понадобится Воронка Для того Чтобы все это Засыпать в гильзы Триста рублей Мы не берем сюда В расчет Всякие остальные Излишества Патрон можно Снарядить И без них Можно снарядить В принципе Без Серьезного Измерительного Инструмента Можно Обойтись Без мойки Гильз Без подставок Для гильз В палке Насверлите Отверстие Куда будете Патроны ставить Вот Это минимальный Набор Для снаряжения Релоудинга Более-менее Такой Человеческий Все это Складываем Получаем Стоимость Минимального Среднего Такого Наборчика Двадцать семь Тысяч Пятьсот Рублей Запоминаем Эту сумму Двадцать семь Тысяч Пятьсот Рублей Да Конечно Вы скажете Можно купить БУ Оборудование Естественно Если вы найдете Оборудование По объявлению На той же самой Ганзе Бывшее в употреблении Оно вам встанет На порядок Дешевле И конечно Себестоимость Собираемых Патронов Она Сократится Вот Мы не берем В расчет То что Это все Оборудование Вам надо будет Доставить Если вы живете Не в крупном городе Где все это Пожалуйста В магазине То включаете Закладываете В цену Оборудование Расходы На логистику В одном месте Вы всего Оборудования Не найдете Поэтому вам придется Заказывать Возможно Из разных мест Что опять-таки Дополнительная Нагрузка Дальше Считаем Собственно Стоимость Получаемого Нами Патрона Вот почему-то Знаете Ошибочное Такое мнение Кто-то Уже пытался Посчитать Это все Почему-то Люди Считают Так Они берут Стоимость Оборудования И делят На количество Магазинных Патронов Считая Что вот Таким образом Они Просчитывают Окупаемость Своего предприятия Но почему-то Никто Никто Не считает Затраты На Комплектующий Именно На то Чтобы собрать Сам патрон Ведь нам Оборудования Мало Нам нужны Расходники Итак Погнали Считать Гильзы Релоудить На металлической Гильзе Я считаю Это последнее Дело Последнее Дело Потому что Вы будете Портить свое Оборудование Вы очень быстро Ушатаете Как вы бы их Не смазывали Свои матрицы Занимаются люди Делают Но я противник Релоудинга На стальной гильзе И считаю Что наверное Это не совсем Правильно Итак Сколько В среднем Входит Латунная Гильза Циклов Перезарядки Общепринятое мнение Пять раз Но я хочу Сказать Если Релоудить Не Агрессивно Не Перегружать Патрон Не допускать Передозов Хорошая гильза Отходит В 8-10 циклов Давайте Для чистоты Эксперимента Примем Расчетную Нашу величину Что Одной гильзой Мы будем Пользоваться 10 раз На 10 выстрелов Стоимость Одной гильзы От 32 рублей Дешевле Я не нашел До 80 рублей Средняя цена Но Давайте возьмем Минимальную цену 32 рубля Можно купить Отечественную Латунную гильзу Не импортную Ну мы Собираем Патрон Приближенный К магазинам Отечественным Недорогим Патронам Дальше Порох Банка пороха 200 грамм Стоит 1200 рублей Да Ну наверное Мы забыли уточнить Что Все это Мой комплект Мой комплект Рассчитан для Сборки Патронов 300 Винчестер Магнум Поэтому мы Не будем В этом аспекте Рассматривать Потому что Калибр все таки Редкий Затратный Все на него Абсолютно дороже Мы сейчас Считаем Все в среднестатистическом 308 Винчестер Итак Капсуля В среднем Да Капсуля Стоит 3 рубля Считаем 300 рублей Одна Мы сейчас С вами Высчитаем Все на 100 патронов В расчете На 100 патронов Потом Делим Естественно На 100 Получаем Стоимость Одного патрона Пуля Самая дешевая Пуля Какая я нашел Это 9 рублей Ну и До 20 С чем-то Средняя ценовая Категория Пуль Оболочечных Барнаульских Full Metal Jacket Это 12 рублей Поэтому давайте На 100 штук Считаем 1200 рублей Итак Мы складываем Сейчас Гильзы Пули Капсуля И порох Все Отечественного Производителя Все Максимально Дешевое Получаем Стоимость 3020 рублей Что мы делаем Мы 3020 рублей Делим На 100 Патронов Которые Мы будем Стрелять Сюда Мы заложили Естественно 10 гильз Раз на 100 Патронов И считаем Что один Патрон Нам Выдет Ровно 30 рублей 30 рублей Самосгорный Патрон Из Отечественных Недорогих Комплектующих А сколько Стоит В магазине Тот же Самый Один Патрон Барнаула С той же Самой Пулей Full Metal Jacket 9 и По-моему 1 десятая Грамма А стоит Он в магазине Всего 23 рубля Таким Образом Дальнейшие Расчеты Не имеют Никакого Экономического Смысла Мы видим Уже на этом Этапе Что предприятие Будет Убыточным То есть Только Лишь Посчитав Ингредиенты Комплектующие На сборку Патронов Мы уже Получаем В наших Расчетах Минус 7 рублей Минус 7 рублей Если мы Каждый Собранный Патрон Будем собирать Из этих Комплектующих С минусом То как Мы собираемся Окупать Оборудование Оно Никогда Ни за что Не окупится Ну давайте Если еще Все-таки Рассмотреть Молотковый Набор Так кратенько Стоимость Молоткового Набора 4800 Но это Опять Не имеет Никакого Значения Потому что У нас Ингредиенты Дорогие Мы на Молотковом Наборе Соберем С минусом С тем же Самым Минусом 7 рублей И стоимость Даже этого Молоткового Набора Нам не Окупится Мы возможно Когда-то Вернем Эти деньги Продав Это оборудование Но продать Мы его По такой цене Уже не сможем Мы будем Терять Опять-таки В деньгах Уступать И опять-таки Потери 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 Терять Продолжение следует...